Безопасность и комфорт – задача номер один, которую необходимо выполнить к началу учебного года. Подготовка образовательных учреждений затрагивает все аспекты – от косметического ремонта до решения проблем годификации помещений. Необходимо обеспечить бесперебойную работу зданий, проверить исправность системы отопления и водоснабжения. Сейчас активная фаза ремонтных работ по капитальному ремонту кровель, замене оконных блоков. Более 400 миллионов рублей на эти средства выделены на замену инженерных сетей, на благоустройство территории образовательных организаций, спортивных объектов на территории образовательных организаций. Внимание направлено и на улучшение качества системы образования. К началу учебного года классы оснастят современным оборудованием. На модернизацию сконсолидированного бюджета на 2021-2022 учебный год направлено порядка 970 миллионов рублей, 350 из которых получены из федеральной казны. Огромная поддержка региональному бюджету осуществляется в рамках реализации НАСПроектов. Это четыре основных направления развития системы образования. В рамках подготовки мы рассматриваем обновление содержания образования, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. За ходом подготовки образовательных учреждений глава региона будет следить лично. Алексей Русских заявил о необходимости усилить систему безопасности. В школах и вузах будут установлены кнопки экстренного вызова с выводом на пульт Росгвардии. Если говорить о безопасности в более широком смысле, то нужно сказать о сбережении здоровья наших детей. Здесь у нас есть две темы. Первая – борьба с распространением коронавирусной инфекции. И вторая – это выполнение подписаний по соответствию нормам САНПИН. Кроме того, пристальное внимание направлено на соблюдение требований пожарной безопасности. По данным МЧС, 145 учебных организаций региона не соответствуют правилам. Возгорания возникают как из-за неисправности электрических сетей, так и нарушения путей эвакуации. Статистика пожаров за последние пять лет показывает, что сохраняется тенденция увеличения числа пожаров в образовательных учреждениях Ульяновской области. Если в период с 2015 по 2018 года пожары отсутствовали, то с 2019 года регулярно регистрируются чрезвычайные происшествия, связанные с пожарами. К теме здоровья относится и система питания. В этом году обязательное согласование меню отменено. Однако по собственному желанию можно обратиться в контролирующую организацию, чтобы получить оценку качества. Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году должна быть завершена до 15 августа текущего года. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.